Оперативное совещание в правительстве в минувший понедельник вчера, безусловно, стало ярчайшим медийным событием. И вообще, мне кажется, что не нужно в Уфе восстанавливать цирк, потому что нам достаточно этих мероприятий по понедельникам в Белом доме. В принципе, конечно, дороговато они обходятся налогоплательщикам, но тем не менее, качество шоу растет день ото дня. И в этот раз, конечно, абсолютной звездой этого события был главный актер Ради Хабиров. Он буквально блистал. В отличие от предыдущих недель, эта аперативка была абсолютно фееричной. Поначалу ничего не предвещало беды. Хабиров начал со скучных тем о назначении нового министра туризма. Неожиданным образом из рукава была извлечена некая Эльмира Наилевна Туканова. Имя этой барышни абсолютно ни о чем не говорит жителям Башкирии, хотя бы потому, что она весь свой трудовой путь прошла вне Башкирии. Что, собственно, в последнее время типично для кадровых решений в нашей многострадальной республике. Эта барышня прибыла к нам из Свердловской области, где возглавляла некий центр развития туризма Свердловской области. Ну, честно признаться, мало что известно о туризме и достижении этой отрасли в соседней Свердловской области. Мы не понимаем, чем там она прославилась. Может быть, она нам расскажет потом или даже покажет. Ну, собственно, очередное кадровое решение извне. Абсолютно без комментариев. Единственное, что сказал Хабиров, как-то мрачно зачитав по бумажке ее послужной список, который предшествовал назначению, он напомнил ей, что никакого курса молодого бойца, то есть какого-то периода адаптации не будет, что сразу нужно браться за сложные задачи. Судя по всему, Эльмира Наилевна мгновенно прямо сегодня уже начнет устанавливать туристические знаки, которые так и не смог установить Салават Нафиков. В очередной раз, закончив реформировать туристическую отрасль республики, Хабиров сделал неожиданное заявление, которое касалось объединения предстоящего или планируемого объединения Башкирского госуниверситета и Уфимского авиационного государственного университета. Хабиров сказал, цитирую дословно, я всегда все самые сложные решения беру на себя, мы находимся в преддверии большого научного проекта создания Большого университета. «Везде начались провокации узколобых людей, которые не понимают, что если не объединить БГУ и УГАТУ, мы из конкурентной борьбы выплывем и больше никогда туда не зайдем. Это решение принято и должно быть исполнено». Конец цитаты. Ну, оставим пока для ученых-лингвистов вот эту странную связку «выплывем-зайдем». Главное здесь, конечно, прозвучало, что решение уже принято, а самое важное – это то, что всех, кто с этим не согласен и кто не понимает, что происходит, Хабиров считает узколобами. Вот эта фраза, вот эта формулировка, конечно, вчера взбесила всех, интернет взорвался, СМИ, которые, значит, все еще там хоть сколько-нибудь считают себя независимыми, тоже, в общем-то, сделали достаточно резкие публикации. Хабиров в очередной раз показал свою человеческую сущность, свое презрение к окружающим и неумение вообще ни с кем разговаривать или что-либо обсуждать. Для него однозначно любое другое мнение, отличное от его, считается абсолютно неправильным, бессмысленным, и этих людей он готов сходу начинать оскорблять, что, собственно, он и не применил сделать. То есть все мы, все, кто не понимает хотя бы или против того, чтобы объединить эти два странных вуза, которые, ну, никак не совместимы между собой, один абсолютно гуманитарный, другой абсолютно технический. Так вот, все мы считаемся в представлении Радия Фаритовича узколобами, недалекими людьми, которые тут же кинулись в провокации, значит, и не дают ему сделать вот это вот важное дело. Сразу же после того, как Хабиров сделал это заявление, у меня немедленно возникла ассоциация с ситуацией вокруг Куштава. Очень похоже на то заявление, которое он сделал однажды, на тему того, что решение принято, не надо меня ломать через колено, не надо там нанимать продажных журналистов, как он тогда, значит, там, вещал с трибуны, и тра-та-та, и тра-та-та, и мы везем с собой кота. Очень похоже, ну и мы все помним, чем закончилась вся эта история насчет «не надо меня ломать». Честно признаться, Хабиров, конечно, совершенно не понимает, как это устроено и как это работает, тем более этого не понимает Сидякин, которому поручено вот это объединение. Они не понимают, что сначала надо было провести глубокую, очень тактичную и очень кропотливую работу с научными сообществами обоих вузов. Выяснить ситуацию, выяснить, кто за, кто против, какие болевые точки, в чем проблема конкретных кафедр, конкретных направлений. И тогда понять, как можно это все объединять и на какой базе. Главный вопрос, который сейчас есть к Хабирову по поводу объединения вузов – зачем? Он внятно объяснить не может. Он говорит, потому что это необходимо. Когда его, ну, так или иначе встает вопрос, а зачем нам объединять вузы, у него нет абсолютно никакого объяснения. При этом он всех остальных считает дураками. Несмотря на то, что господин Новиков, нынешний ректор УГАТУ, охотно кивает головой и соглашается с необходимостью объединения двух вузов, я уж не знаю, что там ему такое наобещали. Несмотря на это, три уважаемых деятеля науки и бывшие ректора и Башкирского государственного университета и УГАТУ высказались категорически против объединения двух вузов. Это, на самом деле, немаловажное мнение. То есть, если положить на одну чашу весов мнение там какого-нибудь Сидякина, закончившего мухостранский какой-то вуз, и мнение трех уважаемых профессоров и деятелей науки, которые писали диссертации вовсе не на тему недопуска кандидатов на выборы, конечно, это чаши весов перевесят. Конечно же, научное сообщество прислушается к серьезным мужчинам-профессорам, а не к этому непонятно кому, который нам пытается объединять вузы. Безусловно, такой топорной попыткой решить эту проблему, вот с наскока и Хабиров, и Сидякин вызвали шквал недовольства, который им будет сейчас достаточно сложно победить. Более того, я уже устал им объяснять и, в общем-то, не считаю нужным продолжать это делать, о том, что первое мнение, которое вы складываете о проекте или о каком-то своем намерении, оно самое важное. Что бы сейчас там ни вскрикивал, ни взвизгивал Сидякин в ответ, и тем более не грозно там, значит, не уговаривал Хабиров, это работать не будет. Мнение уже сложилось. Абсолютное большинство людей считают, что объединять вузы нельзя. Также считает научное сообщество, которому, как минимум, не объяснили, зачем это делается, и их просто тупо пугает вот это объединение. Кроме всего прочего, конечно, поползли грязные слухи, которые я категорически не разделяю, но не могу не прокомментировать о том, что под объединением этих вузов лежат совершенно конкретные экономические интересы различных лиц и групп. Очень подозрительным на фоне вот этого, значит, всплеска деятельности по объединению вузов выглядит отказ от проектирования IQ-парка, который должен был быть размещен в этом вот пресловутом здании на улице Закива-Ледзи, вот с этой синенькой башней. И непонятно, кому там принадлежащие вот это все сложный комплекс имущества, в котором где-то постоянно там выскакивает то Сизякин, то Стрижнев. Весь комплекс вот этой белиберды, которую в очередной раз учинили наши вот эти вот два чудо-богатыря, я имею в виду Хабирова и Сизякина, он в очередной раз показывает их неспособность управлять общественными процессами, особенно сложными общественными процессами. Потому что договариваться и объяснять какие-то процессы научному сообществу в разы сложнее, чем управлять пастухами в Ишимбайском районе. Закончив оскорблять жителей республики, Хабиров перешел к перечислению своих достижений прошедшей недели. Каковых было не густо, он встретился с министром культуры и с вице-премьером правительства Российской Федерации. С министром культуры он встречался на тему «Онеплохо бы отремонтировать цирк, кукольный театр и русский драмтеатр». Перепоручив всю эту задачу Сидякину и Шафиковой, Хабиров, конечно, очень как-то туманно там про деньги говорил. Очевидно, что министр культуры, наша новая министр культуры Российской Федерации, ни о каких деньгах с Хабировым не договаривалась. Ну, максимум, что она сделала, она обещала подумать. Также достаточно туманно обстоит история с празднованием 450-летия Уфы, потому что вот этот оргкомитет все еще до сих пор находится в стадии формирования. Ни о какой программе пока не идет речь, и к середине марта, может быть, будет готов план мероприятий. Собственно, тут ситуация та же. Денег не дали. Как-то очень по диагонали кивнули. Можно считать, что да, а можно считать, что нет. Нет. Ни о каких конкретных программных финансовых продуктах, конечно, речь на данный момент не идет. В общем, Москва резонно сказала, вы нам расскажите, что вы собираетесь делать конкретно с датами, цифрами, этапами, и тогда мы посмотрим, стоит ли вообще с вами связываться. Примерно так, если по-простому это звучало, но вот эта команда, которая находится у нас в Белом доме, она такие сложные продукты, как медиапроекты, и как вот такие, тем более, вот такие проекты, связанные со стройками и прочими вещами в комплексе, делать, конечно, не умеет. Ни разу не делали, и потому, конечно, начинается вот это вот топтание на месте. Ну, кончится все это может очень печально. Празднование 450-летия Уфы может превратиться в некий номинальный праздник, то есть, ну, завесят недостроенные дома и ветхие избушки опять баннерами, привезут какого-нибудь, даже не Путина, а вице-премьера правительства России, пальнут салют, и на этом, собственно, праздник закончится. В общем, пока все вот так печально, и достижениями реально это назвать особенно нельзя. Далее оперативка попыталась вернуться в свое привычное русло, хотя бы перейти к штатному расписанию вопросов. Дали слово Забелину, который, собственно, ничего опять нового не рассказал. Он отметил, что сильно сократил количество ковидных коек в республике. Очевидно, что начинают уже говорить о том, что мы победили пандемию. При этом очень странно на этом фоне выглядело то, что со слов Забелина 94 тысячи доз вакцины завезены в Башкирию, но при этом только 12 тысяч человек получили оба компонента вакцины. В чем дело, непонятно. Но мы помним, что там, значит, как бы, ну, там была проблема с бракованной вакциной, привезли там что-то там не стоимой маркировкой, но все равно очевидно, что цифры у Максима Васильевича уже окончательно запутались, равно как с заболеваемостью, смертностью, так и вот с этим вакцинированием. Похоже, у него не все, слава богу. Из примечательного тоже, должен я сказать о том, что Хабиров категорически отверг идею Рамзана Кадырова об отмене масочного режима в отдельно взятом регионе. И тут я полностью согласен и поддерживаю главу Республики Башкортостан. Действительно, масочный режим должен продолжаться еще как минимум месяца полтора, и тогда мы точно не получим вот этого всплеска, когда люди сейчас кинутся, обниматься, целоваться и вообще просто заражать друг друга случайным образом. То есть тут я повторюсь, я с Хабировым полностью на 100% согласен. Далее случился, как обычно, комплексный вопрос о дорогах ЖКХ и чрезвычайных ситуациях. Хабиров был очень раздражен, и Беляеву сделал замечание, чтобы его доклад был кратким и по существу. Собственно, Беляев в итоге уложился в свои классические 14 секунд, заявив о том, что в ЖКХ все свободно, как в приличном Багдаде. И, собственно, беспокоиться особенно не о чем, кроме того, что напрочь изношена у нас инфраструктура теплоснабжения в Республике Башкортостан, и трубы постоянно лопаются. В остальном Беляева ничего не беспокоит. Хабиров заповедовал ему взыскать средства на реконструкцию системы теплоснабжения с поставщиков тепла. Ну, то есть так вот, между делом, ребята поговорили о глобальной проблеме Российской Федерации, собственно, ничего не решив. Следующим выступал Морзаев. Он констатировал то, что вторую неделю подряд его ведомство удерживается в рамках показателей нормы 400 жертв в год на дорогах. И действительно, если рассматривать с точки зрения этого норматива, то у него даже статистика сейчас минус 2 погибших на дорогах. То есть, есть даже некий задел. А вот третьим выступал Фарид Рихович Гумеров, который и принял на себя весь огонь по этому вопросу, потому что, оказывается, у нас резко возросла смертность на пожарах. Тут, как говорится, откуда не ждали прилетело. Только-только уняли смертность у Морзаева на дорогах, как нагрянула другая беда. Выслушав Гумерова и выслушав то, что у него статистика этого года смертности на пожарах превышает статистику 2020 года, Хабиров буквально обрушился на этого неприметного участника совещания. Мы даже некоторое время перестали упоминать его в своих обзорах, но тут, значит, Гумерова досталось по полной программе. Процитирую Хабирова. «Вы ситуацию с пожарами проигрываете. Когда гореть перестанем, что происходит? Совещание соберите». Конец цитаты. Ну, понятное дело, что от всех проблем вообще помогает только совещание. Хабиров, значит, там, ну, сильно шугал и ругался, значит, на Гумерова. Гумеров сидел хлопал глазками. Ну, вообще, нужно, наверное, задуматься, только ли торговля пожарными извещателями являются средством борьбы со смертностью и травматизмом на пожарах. Честно говоря, вот эти пожарные извещатели уже, ну, это смешно. Все достижения борьбы с чрезвычайными ситуациями Фарид Рифович Гумеров относит к интенсивности торговли вот этими вот пожарными извещателями. Это же только на словах выглядит так, что их дарят там неимущим, их там вручают там многодетным семьями и так далее, и так далее. На самом деле мы все платим за эти пожарные извещатели. Мы платим из бюджета. И складывается впечатление, что главная задача Фарида Рифовича Гумерова это все больше и больше продавать пожарных извещателей в республике. Нет, наверное, все-таки все не так просто. И, собственно, вот эта история с тем, что статистика резко пошла вверх, пожалуй, что подтверждает мою правоту. Далее накал страсти и на оперативке пошел резко вверх. Казалось бы, следующим докладчиком был Ильшат Азаматович Тажеддинов. Человек, который никогда ничего такого особо скандального и веселого не докладывал, да и в этот раз не собирался. Докладывая было ключевых задачах реализации национальных проектов в 2021 году. Ну, что может быть скучнее? Собственно, Ильшат Азаматович и рассчитывал пробежать потихонечку, прочитать доклад, который никто не будет слушать, и вдумываться в то, что он там несет. Но не в этот раз. Радий Фаридович был почему-то неумолимо внимателен к своим сегодняшним докладчикам. И когда он услышал, что в числе прочих достижений Ильшат Азаматович собирается установить аж 582 дорожных знака и 16 светофоров, тут Радия Фаридовича бомбануло. Действительно, меня тоже, честно говоря, так заинтересовало. Я думаю, что за национальный проект по установке 500 дорожных знаков. Хабиров напрямую через голову Тажетинова задает вопрос Морзаеву. Алан Викторович, вы же вроде как 20 тысяч знаков должны поставить по республике. И тут Морзаев, значит, полностью отбивает мяч обратно в голову Тажетину, заявив, что он знать не знает, откуда подобные данные взялись. И вообще его это самого тоже возмущает. В общем, Тажетинов стоял весь полностью, значит, обтекающий вниз. Хабиров бушевал дальше. Он обрушился на цифру в 2 миллиона 260 тысяч миллионов квадратных метров жилья, о которых Тажетинов в своем докладе упомянул как некий ориентир нацпроекта. У Тажетинова не прокатило. Очевидно, что цифры, которые он там сообщал в своем докладе, были взяты то ли с потолка, то ли из прошлогоднего доклада. Очевидно, что Тажетинов не рассчитывал, что кто-нибудь хоть чуть-чуть вслушается в то, что он там несет. И, собственно, здесь уже, конечно, Хабиров был дальше неумолим. Во-первых, он расшумелся на тему того, что в ряде районов республики нацпроекты провалены. И в первую очередь они были провалены по причине неспособности местных администраций провести закупочные процедуры. Однако, вопреки логике, у Хабирова виноватыми были не главы бестолковые и вороватые, а вот почему-то федеральная антимонопольная служба. Процитирую Хабирова. «В ходе конкурсных процедур мы имеем дело с негодяями. ФАС недорабатывает, когда в республике перестанут действовать жульнические схемы». То есть, очевидно, речь шла о том, что Хабиров полагает, что ФАС недостаточным образом контролирует закупочные процессы в районах в рамках реализации национальных проектов. Почему здесь крайний ФАС? Я не понимаю. Дело в том, что ФАС всего лишь контролирует то, что создают, по сути, районные власти. Вот буквально вчера мне как раз прислали историю, совершенно четкую иллюстрирующую ситуацию с районными властями. В городе Сибае господин Авзалов подписывает техническое задание для закупки некой скульптуры в советском стиле за 468 тысяч рублей, указывает ее параметры. При этом несложно найти на Авито подобную скульптуру, практически один в один это техзадание, стоимостью 55 тысяч рублей. Вот разница. 468 и 55 тысяч. Конечно, ФАС должен среагировать на подобные вещи, определив цену необоснованной. Конечно, но ФАС вторичен, первичен здесь конкретно Авзалов. То есть, по моему субъективному мнению, он завысил изначальную стоимость закупки этой скульптуры. Оставим за скобками вообще необходимость покупки девушки с веслом. Вот эта ситуация. Тут ФАС-то вторичен, еще раз скажу. Почему Хабиров обрушился на ФАС и вовсе не обрушился на вот этих вот эмпирических, собирательных Авзаловых, мне до конца непонятно. Напомню, что популярность и востребованность нашего канала напрямую связаны с тем, как вы в ответ реагируете на наши выпуски. Я говорю о том, что не забывайте ставить, пожалуйста, лайки. Это бесплатно и абсолютно быстро. Те, кто хотят что-то сказать, обязательно комментируйте, задавайте вопросы, спорьте и предлагайте темы. Ну а те, кто уж совсем хочет помочь нашему каналу, могут помогать нам материально. Мы в каждом своем выпуске публикуем номер карты, куда вы можете перечислить те средства, которые считаете нужным. А дальше случилось главное. Ну, по крайней мере, самое яркое, что случилось на этой оперативке. Хабиров обратился, ну не напрямую, а через Касьянова, к прокурору республики Башкортостан Ведерникову. И обратился Хабиров за помощью. По словам Хабирова, в последнее время происходит беспрецедентное давление, по его выражению, на мэрию Уфы со стороны неких застройщиков и строительных компаний. Впрочем, Хабиров тут же обозначил их название. Он не абстрагировался, а очень конкретизировался. Он заявил, что СУ-3, третий трест, и ПСК-6 давят на господина Грекова и мэрию Уфы. Распаляясь все больше и больше, Хабиров же выписал злодейство этих строителей. Я беру слово в кавычках. Они якобы строят без разрешительных документов. По каким-то, вот Хабиров выразился, недобросовестным документам. Ну, он же юрист, недобросовестный документ. Есть такое понятие? Пытаются застроить парк Гафури, немотивированно завышают прямо на коленках объемы строительства и просят очень сильно Хабиров принять у Ведерникова меры. То есть, Хабиров напрямую обвинил господина Носкова и СУ-3, третий трест и еще кого-то, кого он не успел поименовать, в таких злодействиях, как строительство без разрешительной документации. Вот, отходя в сторону от этой слезной жалобы и просьбы помощи, я вам предлагаю, попробуйте построить у себя во дворе собачью будку. Просто так, без всяких документов. И засеките время, через какое время к вам сбегутся туда участковые и прочие контролирующие органы. По словам Хабирова, у нас целые кварталы возводятся без разрешительной документации Уфе и хоть бы что. Далее, очень странно, что вот этот вот спич, вот эта вот пламенная речь и обращение к прокурору Ведерникову прозвучали не с подачи Сергея Николаевича Грекова, на самом деле, а с подачи Рената Баширова. И в процессе своей пламенной речи Хабиров даже уточнил у Рената, а всех я там перечислил вот этих злодеев по списку. Ренат там что-то с места добавил, дескать, есть еще по мелочи, разберемся. Ну и не беда, что на самом деле в парке Гафури строил совсем не Носков, а почему-то в его адрес прозвучали эти обвинения. Очевидно, что Хабиров вот в этой войне по поводу Шатару Ставели наносит ответный удар. Мы помним, что Носков на прошлой неделе подал иск о возмещении ему и компенсации ему 756 миллионов рублей, которые, по его мнению, он потерял и вложил в этот объект на Шатару Ставели 5, на который, по его мнению, у него были все разрешительные документы, а Хабиров приехал и волюнтаристским способом остановил стройку. В ответ на требование о компенсации 756 миллионов Хабиров обратился в прокуратуру, попросив, ну, по сути, пресечь действия Носкова. Это, конечно, открытая конфронтация, это открытая война. Вопрос здесь, конечно, в том, ввяжется ли господин Ведерников в эту войну, настолько ли он уже зависим от местных властей или все еще сохраняет некоторую независимость. Будет ли он, как цепной пес самодержавия, значит, тут же вцепляться в конечности Носкова и прочих борманов или все-таки еще подождет, это еще открыт вопрос. Но, однако, стоило бы заметить, что параллельно с этим праведным гневом Хабирова о попытке застройки парка, о там незаконном строительстве и та-та-та, происходит некоторые странные события в той же самой мэрии Уфы. Например, администрация Уфы утвердила проект планировки и межевания квартала в рамках улиц Нуриева, Бабича, Сипаиловская, бульвар Давлет-Кильдеева, то есть тот самый Кошкин лес, в количестве 1,8 гектара Кошкин лес попадает под застройку замечательной компании «Садовое кольцо». Почему-то в гневном спиче ради Фаритовича не была упомянута эта замечательная компания, которая тоже, как бы получается, в общем-то, пытается лишить нас городских лесов. В этом Кошкином лесу компания «Садовое кольцо», которое самым случайным образом занесло из Красногорска в Уфу, будет строить 10 многоквартирных домов высотой от 9 до 32 этажей. Два детских сада, бизнес-центр, и всего там, значит, будет проживать порядка 4,5-4 тысяч 800 человек. Почему-то про этот факт Раджи Фаритович не упоминает. Там все законно, мэрия опять разрешила. Наряду с этим ГУП Республиканский информационный издательский центр, как я уже говорил, отменяет конкурс на проектирование вот этого IQ-парка, зданий на Ахмедзаке-Валиде, где, помните, вот этот замечательный должен был быть лаунж, там, как в берлинском Сокохаусе, где должна быть мини-люкс-квартирка для директора IQ-парка. Резко вдруг отказались от этого проекта. И еще раз повторюсь, судя по всему, предполагая передачу этого здания в новому объединенному ВУЗу. Почему-то Раджи Фаритович вот об этих процессах, связанных со строительством и всяким девелопментом, не упомянул в своей гневной речи. А он сконцентрировался строго вот на тех людях, которые доставляют ему какое-то беспокойство. В общем, будем дальше наблюдать вот эту историю с войной застройщиков и администрацией Хабирова. Очевидно, что Хабиров вступил на опасную тропу борьбы с местным крупным бизнесом. Очень странно и подозрительно, что в этом участвует господин Баширов, который славится своими теневыми процессами и всякими лоббистскими затеями. В общем, конечно, будем понаблюдать за этим со стороны, но, честно говоря, ничего хорошего нам это не предвещает. Закончилось совещание вовсе трагическое. Оно закончилось докладом Ленара Хакимовны Ивановой, который она не сделала. Хабиров посмотрел в стол, сказал, что он посмотрел доклад Ивановой, и он никуда не годится, этот доклад. «Где сокращение смертности?» – вопрошал глава республики. «Препарируйте все причины смерти. Смерть от отравления алкоголем, смерть от инфарктов, смерть от инсультов. Это большая работа. Это не с палочками на прогулки ходить». В общем, Хабиров даже читать, вернее, слушать не стал доклад Ивановой, что было весьма неожиданно, однако совершенно предсказуемо было то, что Хабиров поручил опять Назарову работать с Ивановой, исправлять ее ошибки. Несчастный Андрей Геннадьевич уже у нас работает за всех. Кто бы чего не набедокурил в этой горе-команде Хабирова, значит, за все отбывается Назаров. Здесь Назаров, там Назаров. В общем, красный бэтмен. В итоге, конечно, Ленар Хакимовна получила категорически по шапке, и Хабиров потребовал от нее предоставить ему красивые, приятные глазу цифры по части смертности и ее сокращения. Потому что, дескать, год-то у нас вот этот текущий будет годом долголетия. Резюмируя эту оперативку, надо отметить, что впервые Хабиров был недоволен абсолютно всеми. Беляевым, Тажединовым, Гумеровым, Ивановым, всеми, без исключения, и даже отсутствующим на этой оперативке Носковым и прочими борманами. Соответственно, значит, Хабиров, по-моему, такое ощущение начинает прозревать. Он понимает, что его окружают какие-то бездари, от каждого из которых можно выдвинуть претензии, поймать его на лжи или абсолютной неадекватности того доклада, который он делает ему на оперативном совещании. Что-то, значит, начал вдруг понимать Радий Фаридович. Поздновато, прямо скажем, многовато времени ему понадобилось на понимание неадекватности этой группы товарищей, которую он все еще считает своей командой. Ну, будем наблюдать, повторюсь, посмотрим, насколько глубокие его выводы, во что выльется вот этот конфликт с объединением вузов и случится ли это объединение вообще. В общем, конечно, в ближайшее время будет весело у нас в республике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова